Я поведу тебя в музей, а может быть в театр. Алена, ты уже определись? А я уже и определилась, можно совместить. В Омске уже давно существует необычный театр, театр живописи. А что это такое, расскажут наши гости, художественный руководитель Николай Михалевский и актриса Татьяна Филоненко. Доброе утро! Доброе утро, да. 17 лет мы уже в нашем музее, начинал Николай Иванович еще свой проект с Волошина. У нас замечательный акварель его, и делал он проект с экскурсоводами, девочками. Потом возникла идея еще 17 лет назад, картина в прожекторе. Дело в том, что наш музей обладает уникальными сокровищами. Все подлинники, Репин, Серов, Левитан, Венецианов, Поленов, Нестеров, Воснецов. Ну всех не перечесть вообще шедевры. И вот тогда возникла у него и у сотрудника музея Надежды Тороповой идея создания вот этого театра живописи. Но это был первый шаг тогда, картина в прожекторе. Николай сказал, что каждая наша картина, каждый шедевр должен иметь право, помимо вот таких обзорных экскурсий, которые замечательно проводят наши экскурсоводы, каждая картина должна иметь право на свое соло, на свой отдельный спектакль. Когда приходит зритель, садится 20-25 человек, как положено там по условиям музея, высвечивается прожектором на час с небольшим картина, и идет спектакль, идет и о художнике сразу информация об эпохе, и уже конкретно сюжет картины. И вот так вот у нас первый спектакль у картины был, это еще экскурсоводы работали, Екатерина, Лампе картина. То есть художник писал, вот как вы меня видите, так вот он видел, Екатерина писал. То есть энергетика, конечно, еще та мощнейшая стулька. Скажите, а что вот на ваш взгляд является необычным в вашем театре? В нашем театре, потому что это синтез идет о живописи, подлинника, шедевра, слова, музыки, света. Вот это мы сделали первый только шаг к созданию театра, потому что до театра еще далеко. Второй шаг был к созданию, вот было несколько проектов, и, кстати, на 12-м канале есть две части, библейский сюжет «Вит Иерусалима», картина Воробьева и снятие с «Креста Воснецова», то, что работаю я, и третий спектакль «Николай» работал, картина Репина, портрет писателя Леонида Андреева. Это вот есть в фондах 12-го канала эти две наши программы. И вот второй этап, начался еще один шажок к созданию театра. Это в 2006 году мы выиграли грант губернатора на создание спектакля о нашем великом земляке, гениальном художнике Михаиле Воробеле. В 2007, в январе, мы его выпустили, этот спектакль. И вот под этот грант нам музей отдал маленькое помещение, лекционный зал. На эти скромные средства мы его полностью оборудовали, создали вот такую камерную атмосферу, закупили скромную аппаратуру, видео, радио, световую аппаратуру. И вот там уже идут наши спектакли. Мы начали с «Врубеля», замечательный этот «Врубель» спектакль. Потом был спектакль «Танцуем от гора Дега» «Импрессионизм». О творчестве Георгия Петровича Кичигина, нашего замечательного художника, заслуженного художника России, профессора-академика, песни в мастерской живописца. Все спектакли очень разные. Если Дегаа танцевали, девочки, они сейчас все у нас танцуют в музыкальном театре, наши девочки, балеринки. А Кичигина мы практически полспектакля, мы пропеваем его картины. Каждая песня – это клип из его картин замечательных. А вот давайте про «Врубеля» поподробнее. Как он выглядит, этот спектакль? Когда можно его увидеть? Сейчас мы поставили репертуар, он будет у нас 10 апреля. Идея возникла очень просто. Во-первых, это нужно как бы самому восхититься человеком, как человеком «Врубелем» и как художником. Вот когда вдруг вот это у тебя возникает, ты думаешь, как мог этот человек столько создать? Как мог этот человек перенести? У него непростая судьба «Врубеля». Тем более мне посчастливилось еще, когда мы были в Москве на гастролях, и там на Крымском фабалу была выставка. Весь «Врубель» собран был из частной коллекции всего. И вот это впечатление, когда подходишь к выставочному залу и смотришь вот эту очередь, чтобы попасть, вот эта необходимость увидеть «Врубеля». И потом, когда я попал туда, отстояв час с лишним, и когда увидел, что вот этот человек мог вот это создать, вот это меня, вот, и мне хотелось про этого человека, вот как вот мне хотелось рассказать, чтобы вы почувствовали то же самое, что я почувствовал. Спектакли ваши камерные, и вы можете прочувствовать реакцию каждого зрителя. Вот какова она? Не только прочувствовать, вот это, какова реакция у нас постоянно, вот это, как бы мы, такой у нас эксперимент идет, у нас в основном, как бы, приходит молодежь, да? Вот пришли на Достоевского студенты, ну, молодежь, 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 а потом мне приносят 50 вот их, то, что они запечатли, эссе, вот, их впечатлений. И я начинаю обратную реакцию каждого человека. Ну, например, приведите что-то в пример, какое-то впечатление. Ну, хорошие слова, поэтому чего же говорили. Ну, хорошие, а потом, понимаете, молодые люди, они же, они пишут не то, что, самое, хорошо или плохо, понравилось, не понравилось, они мысли свои, они тоже свои нервы затрачивают, они, это отдача идет. А задача, то... И, допустим, вот у меня есть вот эссе, вот я принес, допустим, на спектакль храм, да? Вот мы им показали этот спектакль, они пишут не про спектакль, что, ой, как нам понадобилось, и про это пишут, и все, они свои впечатления вообще, вот, что они по этому, по этому поводу думают, какая информация была дана, вот, чтобы они по этому поводу мыслили. Допустим, мы играем в спектакль «Русский авангард», да? Из фондов у нас замечательная коллекция русского авангарда. И люди говорят, а мы вот хотели Кончаловского посмотреть, дед наших знаменитой династии Кончаловских, потрясающий художник, а вы его не показали, мы говорим, ну, во-первых, в час 10, час 15 невозможно весь авангард русский уложить, а желание одно, люди приходят, излазят в интернет, начинают искать, а где эти натюрморты потрясающие. Вот, кстати, да, по поводу того, где вас найти, информацию о вас, сообщите нам, пожалуйста, чтобы следить за всеми новостями. Сайт Академического театра драмы, там проект «Театр в театре». Ну, заходите на сайт «Драм театра», кликайте на проект «Театр в театре», вот, и там на каждый месяц, вот сейчас уже на апрель месяц есть, и если тебя интересует какое-то название, опять кликаешь, выходят фотографии, и выходит анонс, о чем этот спектакль. Потому что сейчас такая ситуация, что мы принадлежим не только Музею изобразительных искусств Рубеля, но и Академического театра драмы. И ваша площадка на сегодняшний день где базируется? В музее. А в интернете где-то можно найти ваши спектакли? Вы знаете, мы за интернетом, нет, времени нет, я не знаю. Вот для меня было удивительно, мы в 2010 году, вдруг мне объявляют, тогда еще будучи директором Лопухин Виктор Пракович, говорит, я вас хочу поздравить, я говорю, с чем? Вы стали брендом города и области. Я говорю, как? Я вообще... Культурным брендом, да. Оказывается, здесь у нас была такая международная конференция, были искусствоведы из Питера, из Москвы, вот, и они по интернету, по всем, вот, ну, там, они знают, что такое, какие правила должны для того, чтобы стать культурным брендом. Вот, и они определили, что драма, по-моему, там, я не знаю. Орликин театр и мы. Орликин, да, и театр живописи. А вы даже не знали. А я даже и не знал. И про эту конференцию не знал. И про конференцию это не знал. Понимаете, поэтому я за интернетом не слежу, и мы выпускаем продукцию, выдаем. А где она? Нам некогда, да, потому что мы же еще и театр и заняты в репертуаре. Все-таки лучше приходить, да. Премьеры, смотреть все самыми первыми, как и узнавать самые свежие события из жизни нашего региона. Спасибо.